Сообщайте о необычном поведении, забаррикадируйтесь в домах, избегайте любых контактов с зараженными, ждите официальных инструкций, дождетесь. Убить всех этих тварей. Вот мои официальные инструкции. Сразу скажу, да, у нас с Киряшей по ходу мысли сходятся. У нас с ним забавно вышло с Радугой 6, где сначала я выпустил видос, а потом он. Теперь у нас с ним наоборот, с Left 4 Dead 2. Ссылочку на ролик его оставлю в описании. Тем не менее, я бы хотел сегодня поговорить про игру, о которой вы меня просили не раз и даже не два. Под каждым моим видосом есть упоминание от вас об этом проекте. От красного крана в башке лысого чувака. Я честно сначала думал, ну в Left 4 Dead 2, что там рассказывать? Но когда я начал подготавливать сценарий, когда мы с Ксенором, это мой иностранный друг, начали играть заново в компанию этой игры, я внезапно обнаружил, что эту игру отличает от многих проектов в сеттинге зомби-апокалипсиса. Как выразился Ксенор, This game is irreplaceable. You can play this same campaign from such a difference angle every time you restart. И на самом деле я внезапно обнаружил, что мой багетированный друг прав. Со своей колокольни скажу, что Left 4 Dead 2 застал меня на пороге 10-12 года. В это время я только начинал для себя открывать другие вселенные от компании Valve, так как с Кс ясное дело я познакомился раньше. И на мое удивление, как сейчас помню, Left 4 Dead 2 вызвало у меня куда меньшую заинтересованность в сравнении с Килингфлором первым, который я для себя тогда открыл на его релизе. В 9-10 году где-то я плотно в него играл. Но Left 4 Dead 2 по итогу оказалась совершенно другой игрой. В настолько, казалось бы, одинаковом сеттинге. Так или иначе вопрос поставлен и четко и ясно. Как ощущается этот проект на сегодняшний день? Курс моего и вашего внимания сегодня будет направлен на Left 4 Dead 2. Полетели. Про мультиплеер. Я понимаю, что стоило бы начать с компании, но я хочу начать все-таки именно с мультиплеера этой игры. По одной простой причине. Для себя именно мультиплеерную составляющую этого проекта я открыл лишь сейчас, когда записывал материал к этой игре. Да, лицензии у нас с пацанами тогда не было. Нам приходилось по хамачам или тангову играть в кооператив. Эх, а тангл-то ведь уже и закрыли, кстати. Ну да ладно. В мультиплеере представлено несколько режимов. Сражение это главный по сути режим, представляющий по сути своей PvP между людьми и выжившими. Если для выживших все выглядит приблизительно так же, как в компании, то вот для мутантов все иначе. Так как ими можно быть непосредственно. Тут представлены все виды мутантов, которых мы можем встретить в компании. Толстяк, охотник, жокей, плевальщица, громила. Или мой самый любимый, это курильщик. Я уже слышу, как где-то меня проклинают за это. Но действительно это мой любимый мутант. Ох, какой же кайфовый в каком-то смысле на нем геймплей рыбака, позволяющий куканить жертву с рэнджа. Ах, люблю я этого засранца. На мое удивление, в режиме сражения, в классическом, немодифицированном, это очень важно, команде не может быть более одного курильщика. И это грустно, ибо этот персонаж самый фановый, как по мне. Хотя кому-то громила еще нравится, или плевальщица. Или же танк, конечно, которого, как правило, дают за большее количество набранных очков лучшему игроку. Но вот мне нравится очень курильщик, который, к сожалению, ограничен в количестве пиков. Но тут на подмогу приходят мод серваки, где можно пикать иногда и два, и три курильщика. Но о мод серваках поговорим отдельно. Вернувшись к режимам, тут также есть реалистичный вариант сражения. По сути, то же самое, за исключением того, что тут все усложнено. Нет аптечки, кроме начальных четырех дефиба и прочих вещей, которые просто усложняют сражение. Другое дело, режим выживания, в котором, по сути, надо перепройти отдельные кульминационные участки компании. Вы здесь, скорее всего, умрете в любом случае. Но вам нужно прожить максимально возможное количество времени. Обычно это 4, 7 или 10 минут для разной степени результативности. Есть еще ачивка за 30 минут выживания. Но это только самые жесткие осилят. Короче говоря, режим можно назвать «Выживи сколько сможешь». С друзьями и только с ними режим довольно неплохой. Еще тут есть сбор. Это, короче, аналог миссии с тачкой в торговом центре. Только тут на разных картах надо собирать топливо и заливать либо в бак, либо в генератор. В зависимости от задачи. Только стоит учитывать, что варианты-то ограничены. И вам будет мешать враг за мутантиков играющий. После окончания раунда команды свапаются местами и выигрывает та, которая зальет хотя бы на одну канистру больше. Забавный режим, но до сражения, как по мне, не дотягивает. Все ваши мультиплеерные похождения будут в режиме именно сражения. Как правило, в этой игре и в его реинкарнации с модами, о которых сейчас и поговорим. Ах, модеры. Эх, модеры. Мне кажется, эти люди способны вообще разной степени серьезности игру превратить в мем. Но помимо рафляных модов, вроде того же Шрекича, люди делают классные моды именно в качестве расширения игры. Как в тех же режимах, к примеру. То же сражение на серваке, на котором я играл, изменили до неузнаваемости. Там и несколько курильщиков, и других мутантов. Да, они убили тем самым баланс, но зато увеличили дозу кайфа намного сильнее от геймплея. Да и бога ради, кто в Left 4 Dead 2 играет на победу? Кому нахрен она нужна? Ты получаешь в этой игре именно кайф от процесса и геймплея. Не знаю, в том же сражении, конечно, за выживших может и хочется кому-то дойти до сейв-зоны. Как бы есть какая-то цель. Но тут скорее сам процесс отстрела мутантов доставляет больше. Но все-таки мне намного, намного приятнее было играть за мутантов. Это прям такое кайфовое чувство, когда ты кому-то поднагадил или схватил кого-то жокеем и уводишь его в сторону. А его тиммейты из-за огромной толпы ботов-зомбарей не могут его спасти. В этот момент прям хочется зловненько похихикать и что-то там сказать про захват человечества. Чувствуешь себя такой прямо гадостью. И это очень круто на самом деле, что модеры снимают эти балансные ограничения на мутантов. Помимо этого, модеры творят вообще хер пойми что в этой игре. Как вам летающие персонажи? Да, тут прям нет никакого смысла выживания. Но тем не менее, весело же. А если хочешь выживать, есть ультра-мега-реалистичные серваки, где одна аптечка на всю семью. Модеры это на самом деле золото практически любого старого проекта. Если им не завязывают руки как в Blizzard. А позволяют их же продукт поддерживать на плаву бесплатно по сути. За что я и люблю безумно компанию Valve. Помимо этого, в последнем обновлении 15 июня модерам еще сильнее развязали руки. Дав возможность доступа к еще большим недрам и внутренностям игры. Их политика доступности игр для мододелов всегда была предметом особого восхищения ими. Большинство их игр можно менять до неузнаваемости. В ролике по Сарсе я рассказываю, как сообщество придумало зомби-режим. Точнее, эволюционировало его еще с 1.6, но популяризировался он именно в Сарсе. Сёрф-сервера и много еще примеров из разных игр этой компании. Где старые проекты сами себя поддерживают благодаря энтузиастам на модерах. Что касаемо модерских билдов и серверов в Left 4 Dead 2, здесь все аналогично, как и с КС или любой другой игрой от Красного Крана. Модов здесь куча, просто посмотрите, чего тут творят люди. Чего тут только нет. Компания и персонажи. В особенности, второе является своеобразной фишкой игры. Киряша в своем видео подметил, что герои здесь притягательны отчасти из-за того, что они не являются супергероями. И на самом деле, смысл в этом есть. От себя же я хотел отметить, что персонажи по-своему в хорошем смысле этого слова киношные. Ник напоминает мне такого мошенника-картежника, стремящегося ко всему богатенькому. Но при этом постоянно нарывающийся на определенные проблемы. Почему-то у меня с ним прям огромная параллель с персонажем Брэда Питта Расти Райаном из Друзей Олшена. Думаю, есть кто смотрел этот шикарный фильмец. Коуч или тренер это же такой типичный большой черный дядька из боевичков среднего пошиба. Вроде команда, а при этом он верующий и довольно добродушный дядька. А Рашель здесь круто прописали в том плане, что это не типичное чудо-женщина, уничтожающая всех и вся. А просто живой человек, вынужденный меняться под гнетом событий, происходящих с ним на пути истории. А Элис, ну это просто такой раздолбай отвязный. Но при этом не глупый по характеру герой. Отдельно стоит отметить еще такую детальку, как то, как персонажи перекликиваются парочкой диалогов между собой внутри игры. Большое спасибо, Мэм. За мной должок. Хе-хе-хе-хе. Неплохо, неплохо. Ну ты молодец, выкладываешься на все сто. Слышь ты, козел! Опусти этот сраный мост, чтобы наша проклятая тачка проехала. Сама же компания второго Left 4 Dead состоит из восьми основных миссий. Важно и то, что изначально Left 4 Dead стартанула с пятью компаниями, а впоследствии было пополнено еще несколько бесплатных, что в итоге составило число восемь. Каждый уровень компании по-своему передает атмосферу левела. Сеттинг пригородной мотельной Америки может сменяться довольно клишированным, но по-своему интересным болотно-карнавальным уровнем со своей стилистикой. Круто и то, что линейность игры сделана таким образом, что бросает тебя в самую гущу событий, не давая отвлечься наподобие открытого мира. При этом при желании можно побродить, поискать аптечки, пасхалки, но компания линейно и настойчиво тебя направляет по одному пути. Но! Что хотелось бы выделить в Left 4 Dead 2 это геймплей и то, что он собой по сути своей представляет кооперативное месиво. Есть игры, в которые ну нельзя играть одному, ну никак нельзя играть одному. И эта игра строго из этого списка. Она создана именно для кооперативного прохождения с друзьями. Весь ее линейный направленный шаром в соло игре моментально выветривается. Но когда ты кричишь другу в ухо его наушников, «Побоги, меня громила прибивает к полу!» А он отвечает, «Погоди, не могу, меня тут толпа прижала!» Именно в этом и раскрывается этот проект. Благодаря специальным мутантам, игра также подстегивает тебя на то, что нельзя отходить от своей команды. Как только ты отходишь на условные 100 метров, откуда ни возьмись, берется этот сраный жокей, который тебя уводит прочь. И еще деталь, которую хочется подметить, это то, насколько, как выразился Ксенор, эта игра реплейбл. Особенно на разных уровнях сложности. Чтобы пройти на среднем уровне сложности, особого-то ума иметь не надо. Но чтобы пройти на хардкоре, уже не получится просто глупо пробежать. В частности, если встретишь танка, да те же толпы обычные становятся очень проблематичными. Кстати, мне кажется, Left 4 Dead 2 также очень популяризировала ачивмент хантинг. Ибо людей, которые охотятся за этими самыми ачивками, в этой игре крайне много. Люди даже гайды делают, как получить ту или иную. Ну и выше всего этого, немалую роль играет сам движок Source. Даже сегодня игра не воспринимается на удивление топорно. Физика разбивания дверей, растерзание тех же тел зомби, по-своему доставляет удовольствие. Надеюсь, я не один такой, кто стоял, расстреливал труп зомбака и рубил его на части, чтобы посмотреть эту физику. Надеюсь, я не один такой, пожалуйста, скажите, что не один. Кстати, сверху всего этого мне также хотелось бы отметить саунд-дизайн игры. Это вообще подходит под многие игры от этой компании. Но как же грамотно тут подобрана и написана музыка? Для игры даже специально создали вымышленную группу Midnight Riders. В сюжетном же плане вторая часть не сказать, что шедевр. Сюжет и в первой-то не был чем-то выдающимся. Он скорее здесь служит связующей всех вышеописанных мною аспектов игры. Кстати, что касаемо первой части, сейчас об этом тоже поговорим в контексте другого вопроса, именуемого как... Поддержка игры. После, казалось бы, новогоднего подарка, сделанного компанией Valve в декабре 2013 года, когда игру раздавали бесплатно, уже казалось, что всё. Это последнее такое прощальное обновление. Игру в течение периода в пару дней раздают бесплатно, и как бы поддержка игры сворачивается. Так и было. Но за что я обожаю компанию Valve, так это за поддержку своих старых проектов. Так же происходит и Steam Fortress 2. На неё вон до сих пор выходят обновления. Так и произошло с Left 4 Dead 2. На протяжении долгого времени мододелы при поддержке Valve готовили огромное дополнение под названием Last Stand, которое релизнулось аж 24 сентября 2020 года. Помимо того, что в игру завезли поддержку всех стволов из CS Source, улучшили интерфейс, новые анимации и кучу ещё всего, в игру также пришла и расширенная кампания с альтернативным сюжетом. Да, который Valve не признают каноничным, но тем не менее официально моддеров разработчики поддержали на таком высоком уровне. Я делал, кстати, видео про Black Mesa и Half-Life, где рассказывал про то, как компания Valve тем же самым способом поддержала других разработчиков и разрешила практически им выпустить ремейк первой халфы. Ну блин, это ли не круто? За это я реально обожаю Valve. Мало кто в игровой индустрии действует так, как они. Обновление же это вышло бесплатным для всех игроков на ПК. И казалось бы, ну это уж точно последнее обновление. А нет, 15 июня вышел выше по сценарию упомянутый апдейт, который помимо багфиксов, также расширил функционал для мододелов. Блин, вот за поддержку своих старых проектов, на фоне условных Activision, которые забивают хер на свои части колды через год, ну вот как не любить Valve, а? И я думаю, что июньский патч был далеко не последним для этой игры. А шо там по онлайницу? В который раз меня удивляет игра от Valve. Первый это был TF2, когда я посмотрел онлайн и охерел немножечко. Теперь это Left 4 Dead 2. Честно, я думал онлайн, ну пару тысяч, ну максимум. А на сегодняшний день мы имеем цифры порядка 25-33 копика в день. И для тех, кто скажет «Пуф, в моем Фортнате больше!» Хотя, надеюсь, такие меня не смотрят. Так вот, это много для игры 2009-го, мать его, года. Короче, онлайн есть, скажем так, сервак полный точно еще пару лет без труда вы найдете. И это, в принципе, все, что стоит знать про цифры этого проекта. А стоит ли оно того самого вообще на самом деле? Такой вопрос, я думаю, задает себя, как правило, ностальгирующий человек. Смотри, звонишь Сереге, звонишь Саньку, забегаете в Дискорд и быстро ностальгировать. Как вы это делали 10 лет назад. Именно так в Left 4 Dead 2 вы получите удовольствие от ностальгического трипа. Перепройти кампанию, дополненную теперь еще и всей сюжеткой из первой части. И альтернативно еще и в придачу. Побегать в сражении, поглядеть, что там люди натворили на мод-серваках. И все это займет у тебя примерно 10-20 часов. Вот если ты именно давно не играл, а в преддверии Back 4 Blood еще, кстати, надо посмотреть, что это будет. Пока до конца не понятно, хотя игра и делается от разработчиков Left 4 Dead 2. Но все же, в ее преддверии ты хочешь посмотреть, что там, как там, в подобных играх и жанре сегодня. На горизонте у тебя маячат только два проекта, по сути. Это Killing Floor, первый или второй. Второй, кстати, довольно неплохой на самом деле. Или Left 4 Dead 2. Но при всей своей схожести, я бы не назвал эти игры одинаковыми. А на главный вопрос я отвечу так. Игра старая? Скорее да, чем нет. Игра топорная? Ни в коем разе. Игра, блин, как мне это слово понравилось, реплейбл. Но больше, чем на 15-20 часов, увы, уже она тебя не затянет. Только в качестве ностальгических ощущений. И их обновлений стоит поиграть в Left 4 Dead 2. На этом, в принципе, у меня все, господа. Надеюсь, было интересно. Не забывайте про поддержку комментам. Она очень важна, ребята. Правда. Но если нравится то, что я делаю, и есть желание меня поддержать рублем, то на Donation Alerts будет ссылочка в описании. Спасибо, что уделяете мне свое внимание. Я очень это ценю. Увидимся. И, как всегда, будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова